Сегодня у нас 19 апреля, центр Гамбурга, улицы полностью пустые, до сих пор с понедельника обещают потепление, так сказать, ну в том плане, что послабление с этим, с карантином. Все магазины до сих пор закрыты, парикмахерские, как вы можете по мне заценить, также закрыты, в общем-то, что и требовалось доказать. Месяц прошел, ситуация вся та же самая. Кому интересно, на периферии Гамбурга есть фирма, которая представляет, является дистрибьютором отечественных Нив. Вот Тайга 4х4, новая модель Нивы, Лада. Подбродишь так вот по пустым городам Европы и как-то забываешь или чувствуешь себя очень одиноко, а может быть даже в некотором роде счастливо. Ну, велосипедов не такое количество, как в Голландии. Здесь, типа, все-таки Германия более просвещенная страна, здесь все на машинах. Вот. Ну, в общем, это центральная улица Гамбурга. Вот. Центр. Здесь самые дорогие магазины, самые-самые-самые бутики. В общем, сегодня народу, как вы видите, не много. Все кругом пустота. И все закрыто. Обычно здесь тусуют, особенно по выходным, очень много народу. Самое известное гамбургское кафе. Вот. Сегодня, как вы видите, там они пальмы поставили. Не буду рекламировать его. Но и это самое. И там народу обычно много. И отсюда с пристани отходят паромчики, которые по каналам проводят экскурсии. И вот и получается, что у нас, значит, все сидят там по одному на скамеечке. Нельзя сегодня толпиться, собираться кучками. В Германии, кстати, ограничения на сбор людей в количестве двух человек больше уже штрафуются 150 еврами. Соответственно, если кто-то решил дома организовать из праздного дня рождения и позвать туда друзей, то организатору выйдет это в 5000 евро, а всем участвующим в 150. Каждому участвующему выпишут штраф на 150 евро. Вот. Вот. Данная территория называется у нас набережной Юнгферштик. Здесь бытует легенда, что молодые дамочки прогуливались в поисках женихов. Вот. Парочку таких дамочек я уже приметил. Сейчас я вам их продемонстрирую. Мне кажется, они уже в поисках женихов в достаточно долгое время. Вот они обе стоят там и что-то решают. Каждый раз, когда я прохожу вот под этой чередой аркад или в этой аркаде, то я себя чувствую каким-то полным-полным человеком высшей расы. Ну, это, наверное, связано с тем, что все эти, скажем так, с одной стороны ограничения вот этими парапетами от канала и, с другой стороны, давление вот этих бешеных цен дорогих магазинов, бутиков, это все сдавливает и вы как бы находитесь в таком ограниченном пространстве. Вот. И начинаю себя чувствовать немного ущемленным.